Игорь Крутой, блин, а эти все русские продюсеры? Ну у нас то украинские, я сдался, русские шоу. А как у вас? Елена Леонидова, здравствуй. Меня просто все. Сейчас мне накрасят, сейчас я без макияжа, чтобы все хотя бы понимали. Я вон всю жизнь без макияжа хожу, и нормально меня воспринимают. Даже узнают. Круто. А мне не узнают. Но мне это не мешает. Будет меня колбасить. Ну что, не совсем нарядная. Женскую красоту и вообще красоту. Ничем не скроешь, никаким макияжем. Она или есть, или нет. Харизма или есть, или нет. Макияж только подчеркиваю. Он ее не создает. Хорошо, что не в кадре. Не в кадре. Я бы не поставил. Да, да, да. Мы еще спустим. Ну как такое? Две палец и стол. Вообще, вообще. А зачем две? Ну чем больше. Все себе, все себе. Это украинские менталиты. Посмотрите, все себе. Одни, одни трусы. И вторые, вторые. Вообще. А там, наверное, еще что-нибудь. Третье. А там третье. Да. Домой, да. А я в одних хожу. Ну и джинсы, трусы, и все же. Чем больше, тем лучше. Ну, в общем, да. Ну-ну. И что сейчас боющие трусы делают? Боющие трусы сейчас отдыхаются. Но мы не делаем. Да, мы не работаем, мы снимаемся. А, кстати... Когда мы снимаемся, мы работаем. Все очень запутанно. Ну, а часто вообще востребуемые группы? Часто ли мы выступаем? Иногда периодически выступаем. Девочек уже меньше. Уже не пять, не семь, а три человека. Я прошу прощения, я просто не в таких подробностях про деятельность группы. Поющие трусы. Но как-то вот... За 11 лет можно... И не бдить уже устать от этого всего. Сначала... Все снимается, нельзя откровенно поговорить. Не-не, говорите. Я ничего не поставлю того, что люди не хотят. Ага, люди хотят слушать, я уже знаю, что-то. Откровенно, да? Откровенно. Самое интригующее. Я сначала услышал такое название. Поющие трусы, поющие трусы, поющие трусы. Откуда? Потом это стали приводить в пример, как... Вот поющие трусы. Вот мы назвали группу, соответственно, набрали таких же девочек, которые подходят под это. И сделали группу. И посмотрите, ее можно тоже продавать, и она может быть популярна. Потом я случайно услышал, как эти девочки где-то поют на телевидении. Ну, просто смотрю, девчонки умеют петь. Я бы не сказал, что они не умеют петь, конечно. Я подумал бы, и довольно неплохо. Если бы еще и материал мощный дать, да? Куда мощнее. У нас такая нецензурщина. Ну, так это... Это только у шнура получается. Вот петь нецензурщину и быть крутым пацаном при этом. Мы тоже взяли сектор газа, немного шнура, верка-сердючка. Поющие трусы – это микс, совокупность вот этих вот, что я назвала, певцов, групп. Это совокупность поющих трусов. У нас конкурентов нету, потому что мы... Группа девичья – одна единственная такая, обезбашенная. Тексты наши только стоит послушать один раз и запомнишь на всю жизнь. А мелодия? А мелодия и так пристанет. Да? Вот когда я был маленький совсем, то я слушал то, что мне нравится именно из-за мелодии. Потом оказалось, что у меня был неплохой вкус, и я слушал то, что надо. Это круто. А я слушал то, что мне нравилось. Вообще не понимаю слова. Я тебе хочу сказать, что поющие трусы нужно слушать и вникать в текст. Несмотря на то, что вроде бы кажется, он такой... Ну, он достаточно непримитивный, но такой достаточно бывает очень жесткий, но с изюминкой. Но с глубоким смыслом. Все песни с глубоким смыслом на социальную тему. Единственная песня – это «Люблю шнура», которую мы посвятили мужчине. Сами понимаете, кому? Шнуров. Шнуров? Ну, шнур крутой парень, на самом деле. Да, да, да. Мы часто на концертах пересекались. Лично не знакомы, но пересекались. Потому что публика та, которая приглашает шнура, она, в принципе, понимает деятельность поющих трусов. Ну, на мой взгляд, шнур вообще единственный, кого я вот уважаю по-настоящему именно за его музыкальность, потому что у него есть интересные песни, действительно. И за его глубину. Он очень крутой чувак. Очень крутой. Очень крутой. А какие цитаты. Ну, да, такой настоящий, живой. Уже не пьет, не курит, чайком балуется. Разве не курит? Он же вроде как… Здоровый образ жизни. Но он же… А ты ему не мешает твориться. Ну, никто об этом не говорит, но он же… А мы об этом поем. Легкоатлет же. Это и даже в каких-то спортивных лагерях был. То есть это дорогого стоит, на самом деле. Человек организован, да, знает, что это такое. Дисциплинирован. Дисциплинирован, да. Группу свою держит очень. И вообще… Да, но он уже давно поет. Креативный чувак. Тут не поспоришь. И когда ближайший концерт «Поющих трусов» хочу сходить. 9 числа в Екатеринбурге. Ох, ехать, это далеко. Мы вообще-то как бы направлены уже давно, с 2010 года. На Россию. Да, ну в ту сторону. Так получается. У нас в основном вся наша концертная деятельность происходит там. Здесь мы снимаемся, а там работаем. А как в свете вот этих вот отношений между Россией и Украиной? Украиной? Да, как это вообще? Я хочу сказать, что мы не раз говорили о том, что если внести такую поправку и сделать закон, когда вот ты там не имеешь права ездить на какие-то страны из-за каких-то таких определенных ситуаций в стране сложившейся и так далее. Но этого нет. Этого нет. Мы законопослушные граждане и готовы исполнять закон во всех его проявлениях. Но если был бы такой закон, что нельзя, мы бы не ездили. Мы ездим. Но у нас есть свое такое твердое мнение и решение. Мы выступаем на корпоративах. Концерты, конечно же, есть, но непосредственно, потому что там наши люди, которые нас ждут, любят и почитают наше творчество. Здесь, в Украине, нас с этим не особо дружат. Может быть, с нами не дружат, может, и мы с ними не дружим. Я не знаю, как это так получилось. Но тем не менее, мы не выступаем на площади, мы не даем интервью, мы не участвуем в ток-шоу и не ходим на радио. Там или здесь? Нет, в России. Ну, это у нас еще с 2013 года такой вот обед мы себе поставили, и по сей день мы его исполняем. А вот корпоративы, концерты, которые нас приглашают, закрытые корпоративы, конечно же, мы ездим. Так вот мы зарабатываем и вдохновляемся творчеством, пишем новые песни. Ну, нормально, совершенно. Да, мы поем живую. Ну, кто умеет, кто не умеет, я не знаю, но поем исключительно уже. Но еще хочу сказать, что после каждого концерта мы себя позиционируем как группа с Украины, и на каждом концерте мы исполняем в конце украинскую народную песню, «Русская гайка» и «Лепсиктонная». И все сразу говорят, как, вы что с Украиной? Ну, конечно, вы с Украины. А все россияне говорят, боже, в Украине самая замечательная, красивая девушка. Обожаемая, всеми любимая. Подтверждаю. Я чувствую, что я не чувствую какую-то к нам неприязнь, что ли. Я согласен. Везде, вот и в России, и в Украине, и в Эстонии, откуда я, есть совершенно разные люди. Всех хватает. Ну, просто как-то, если брать в целом, да, просто людей, какие-то, скажем, политические какие-то моменты, они иногда бывают, не стыкуются и создаются такое впечатление. Да, столкнули людей на самом деле. На самом деле, да. Да, это все политическая история, фигня. Мы должны влазить в эту провокацию, но, тем не менее, должны иметь свою позицию, свое четкое мнение. Я, допустим, обожаю свою страну, и я надеюсь на то, что сейчас будут у нас конкретные классные перемены, только в лучшую сторону. Я это верю, искренне верю, и в надежде на то, ну, куда уже хуже, хуже некуда просто.